Вы наверняка замечали, что на большой кольцевой линии есть ответвление до станции деловой центр. А это не что иное, как задел под будущую Рублево-Архангельскую линию. Сегодня мы с вами разберемся в проекте этой линии, а также поговорим, зачем она нужна и как она разгрузит другие действующие линии московского метрополитена. Строительство линии запланировано в два этапа. На первом этапе будет открыт участок от станции Шелепиха до станции Липовая роща, длиной практически 13 километров. А на втором от станции Липовая роща до станции Ильинская. Я предлагаю пойти по порядку. Звенигородская. Эту станцию начали строить первой. На данный момент уже выкопан котлован и ведутся подготовительные работы к непосредственному возведению самой станции. Станция будет иметь два подземных вестибюля. Глубина заложения 20 метров. Далее пути пересекают Звенигородское шоссе и, проходя под улицы Демьяна Бедного, пересекаются с путями БКЛ, где и будет расположена станция Народное ополчение, которая будет иметь пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Станция будет расположена на глубине 9 метров и будет иметь два подземных вестибюля. Касательно названия этой станции споры ведутся и, скорее всего, еще будут вестись. Мы все прекрасно помним ситуацию, которая произошла со станцией Народное ополчение на Большой кольцевой линии, когда уже вроде было практически целиком утверждено, что название будет Карамышевская. Но буквально за несколько дней, даже не недель до открытия, было проведено народное голосование, где выбрали для станции новое название. Уже были написаны таблички, которые на стенах крепятся с названием станции. Уже были сделаны именные тройки, но вот за несколько дней решили поменять название. Посмотрим, что будет с станцией Бирюлевской линии, но я сторонник того, чтобы называть транспортно-пересадочные узлы одним именем, поэтому все-таки буду надеяться, что оставит название Народное ополчение. Но это лично мое мнение. Станция Бульвар Карбышева находится, не поверите, около Бульвара Карбышева, параллельно улице Маршала Тухачевского. Рендеров следующих станций пока не было, поэтому оценить технический вид пока что не получится. После станции Бульвар Карбышева два отдельных тоннеля соединяются в один двухпутный, а потому на станции Живописная будут береговые платформы. Это и неплохо, и нехорошо. Конечно, многим людям это неудобно, многие жалуются на бесполезность, неудобность таких платформ, но, тем не менее, строительство одного тоннеля вместо двух, во-первых, сильно ускоряет, во-вторых, сильно удешевляет строительство. А неудобства, связанные с этим, конечно же, есть. Приходится преодолевать лишний подъем с одной платформы на межплатформенный переход. Но, как правило, на новых станциях предусмотрены для этих целей лифты. Конечно, не на всех, но на большинстве станций они есть. Будем надеяться, что станция Живописная не станет исключением. Кстати, совсем не факт, что станция будет называться Живописная. Во многих официальных источниках сказано, что станция имеет название Серебряный Бор. Какое название по итогу окажется у этой станции, я сказать не могу, но, как по мне, Живописная звучит лучше. Пишите в комментариях, что думаете вы. Далее линия пересекает реку Москва и Большой Строгинский Затон. И далее на пересечении с Арбатско-Покровской линии Рублево-Архангельская будет иметь станцию Строгино с переходом на АПЛ. Касательно расположения этой станции тоже велись большие споры. Еще при строительстве станции Арбатско-Покровской линии был сделан задел на возможное строительство параллельной станции прямо рядом со станцией Арбатско-Покровской линии и с возможностью сделать удобную пересадку. Но, поскольку Рублево-Архангельская линия перед станцией Строгино пересекает сначала реку Москва, потом Строгинский Затон, получается довольно длинный перегон. И такой перегон требует наличия дополнительной платформы на этом перегоне. Это нормальная практика в московском метрополитене. Например, на Арбатско-Покровской линии на перегоне Строгино-Крылатская, который является сейчас самым длинным перегоном в московском метрополитене, тоже есть платформа, на которой, естественно, пассажиров не высаживают, но она присутствует для соблюдения требований безопасности на случай, если что-то произойдет в тоннеле, чтобы была возможность эвакуационного выхода на поверхность. Похожая ситуация может появиться и на Рублево-Архангельской линии. Чтобы этого избежать, пытались как-то сократить перегон, пододвинуть станцию чуть ближе, чуть дальше. Ну, по итогу, нынешнее расположение платформы, которое оглашается сейчас, немножечко смещена она относительно станции Арбатско-Покровской линии, чуть-чуть вперед, и поэтому такой удобной пересадки, какой она могла быть, не будет. Тем не менее, расположены они достаточно близко, и особых проблем с созданием пересадки возникнуть не должно. На этом участке пути будут разделены, поэтому станция Строгино будет иметь одну островную платформу. Долгое время конечной линией будет станция Липовая роща, расположена на территории Московской области вдоль МКАДа. Основной пассажиропоток станции будет, конечно, обеспечивать жилой комплекс «Спутник», который расположен, собственно говоря, вблизи будущей станции. Также во время строительства может пострадать, собственно говоря, сама Липовая роща. Это такой лесопарк, который находится, собственно, непосредственно над станцией. Большая часть будет, скорее всего, выделена под стройплощадку, и уже выделена, можно сказать. Московский метрополитен не имеет такой большой опыт строительства станции на территории Московской области, потому уже сейчас возникает огромное количество проблем, связанных с тем, что территория принадлежит Московской области, а застройщик, собственно говоря, наш метрополитен. И по многим вопросам приходится долго договариваться, долго решать, потому что это и вопросы финансирования, это и вопросы территории, и все это нужно как-то организовать. И, собственно говоря, это самая главная проблема, потому что дело ведь не в бюджете, а в том, чтобы именно договориться с Московской областью, которая не очень инициативно относится к идеям Москвы по строительству метрополитена в Московскую область. Ну что ж, я вам кратенько рассказал про рублевую архангельскую линию. Когда ее откроют, пока никто точно сказать не может, но очевидно, что не в самом ближайшем будущем. Тем не менее, будем ждать, смотреть, следить за новостями. Подписывайтесь на канал, на телеграм. Всем спасибо за просмотр. Пока.